Первый оперный фестиваль прогремел под небом Рязани с размахом. Музыка римского Корсакова, Рахманинова и Мусоргского звучала в декорациях Кремля. Как это было, смотрите сами. Рязанский симфонический оркестр. Дирижер Сергей Проскурин отметил, что русское искусство особое значение приобретает именно сейчас, когда идет противостояние культур. Мы обладаем огромными сокровищами, мы это все знаем, но не только в области углеводородов. У нас неисчерпаемое и неискончаемое сокровище – это наша национальная русская культура. Русская опера – это вообще явление, впитавшее из себя музыкальную культуру многих народов нашей страны. Опера Рахманинова «Олега» в постановке Рязанского областного музыкального театра с участием солистов «Геликон оперы» и других театров Москвы тоже прозвучала под открытым небом в Рязанском Кремле. А в выходные камерный хор исполнял всеночную и литургию в Христорождественском соборе по написанным рахманиновым партитурам. В заключительный день фестиваля в исторической атмосфере Рязанского Кремля прозвучала опера «Хованщина» в постановке режиссера Александра Тителя. 150 артистов и более 70 музыкантов оркестра. Это первая настолько грандиозная постановка на территории Кремля. К тому же Рязань стала первым городом среди регионов, жители которого увидели этот грандиозный спектакль, отмеченный «Золотой маской». Солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко Николай Ерохин привел слова Модесты Мусоргского. Можно будет увидеть прошедшее в настоящем, ведь все герои этой оперы взяты из русской истории. Это зрелищно и обязательно нужно увидеть своими глазами. В музеях города продолжают работу всевозможные выставочные проекты. К 99-летию Виктора Иванова, чье имя носит одна из галерей Рязани, открылась выставка его работ. На открытие, кстати, приезжал сам мастер. С миром редкой книги на тему искусства можно познакомиться в залах художественного музея. Здесь же можно увидеть абстракции современного московского художника. В живописи Евгения Бримерберга стремление охватить полноту всех возможных форм бытия находит воплощение во вдумчивом исследования ключевых художественных явлений XX века. Абстрактный экспрессионизм и кубизм, сюрреалистические опыты, рассудочность геометрических композиций входят в основу творческого метода художника, не подменяя при этом собственно авторской позиции. Евгений Бримерберг проживает в России, но это достаточно закрытая фигура. В интернете можно много найти его философских эссе. Он очень любопытный автор, очень сложный для неподготовленной публики. У него есть своя аудитория как у писателя, так и у художника. Творческий подход Бримерберга обусловлен поисками в сфере философии искусства. В этом смысле живописные произведения – формальное воплощение обобщающих идеи автора и его мировоззренческой концепции. В условном мире холста формируется энергетически наполненная среда, исключающая всякие пространственные и временные ориентиры. Если зритель, который приходит в музей и который все-таки является достаточно подготовленным с тем, чтобы воспринимать произведение современного искусства, смотрит эту выставку, он, прежде всего, ощущает подъем оптимизма, веселья, потому что действительно яркие, радостные, неожиданные геометрические сочетания этих произведений, когда художник работает с пятном. Творчество Евгения Бримерберга убедительно показывает родственность, но не тождественность художественных процессов начала 20-го и начала 21-го веков, связанных в историческом пространстве. Экспозицию выставки составляют более 40 произведений автора, приглашающих зрителя к знакомству с личностью художника, суммы его живописных опытов и философских находок. Выставка будет работать по 10 сентября. Меньше недели осталось до открытия легендарного фестиваля «Небо России». В этом году для зрителей и участников запланировано немало нового. Пройдет фестиваль в Спасском районе, а помимо воздушных шаров, пролетающих в небе, на земле запланирована целая фестивальная программа. Романтика воздухоплавания знакома каждому рязанцу не понаслышке. Тепловые аэростаты, проплывающие в рассветном и закатном свете – картина для всех нас привычная, хотя оттого не менее волшебная. Впервые фестиваль «Небо России» состоялся в мае 1990 года. Основателем его стал Лев Борисович Маврин. Спустя 33 года «Небо России» – грандиозный праздник спорта, романтики и смелости духа. В этот раз он пройдет по-новому. Во-первых, фестиваль состоится в новом для себя месте, неподалеку от городища Старая Рязань. Кроме полетов подготовлена масштабная развлекательная часть, чтобы зрителям было чем заняться в ожидании полетов. Поддержка правительства колоссальная. В общем, задача провести это мероприятие, мы его проведем, лучшим в регионе, возможно, то, что и по России. И шаг за шагом перспективы такие, что к 2025 году, на юбилейный год сделать еще лучше, чем сейчас. Спортивная часть фестиваля будет проходить в пойме рек Тысье и Иссе. 25 спортсменов поборются за звание лучшего в рязанском небе. За наш город выступят три пилота Владимир и Андрей Ермаковы и Александр Маврин. А 10, 11, 12 августа планируется проведение рязанских воздушных игр. А это самые зрелищные и неформальные соревнования на тепловых аэростатах в истории. Полеты в рамках рязанских воздушных игр, которые в свое время в 2007 году придумал Лев Борисович вместе с Жанной Слосевой. И тот слог, которым описаны правила, он, конечно, неповторим. И вот читаешь это и прямо представляешь, как они сидели на кухне, пили чай и рождались у них такие идеи. С площади театральной для зрителей организован трансфер. Добраться до площадки в Спаске-Рязанском можно и на своем транспорте. Повсюду будут установлены указатели. И пока есть время до фестиваля, вы можете успеть стать его частью. Требуются волонтеры, девушки для работы на спортивных и фестивальных площадках, а также юноши, члены команд пилотов. А сразу после девятидневного марафона воздухоплавания 13 августа на карьере в Дубровичах семейный спортивно-музыкальный фестиваль «Сопрано». 13 августа. Пляж с карьером в Дубровичах, любителям активного отдыха и хорошей музыки. Первый спортивно-музыкальный фестиваль «Сопрано». Для вас трейл-забех, сап-заплыв, плавание на открытой воде, йога-практики, тренировки по борьбе и боксу. Фудкорт – детская программа. Регистрация на сайте. Регистрация на сайте.